Чем я скорбил Тебе в оседни моей жизни, и если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пронять Бога никаким грехов, и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом, достойно Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгонит меня смиренного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения. Удалится скверное, лукавое и хульное помыслы заканного сердца и помраченного ума моего, и погаси плавимы страстей, ибо я, Бог, несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляет все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнати, Владимир, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якородилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснага же, творящего Христа Господень, не оставь меня грешом, повающим на Тебе. Спасибо, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные дары Твое, сохраняя крестом Твоим жительством. Спасибо, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетель, митрополита Лариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агапангела, Диамида, Тихона, Антони, священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергея, Сергея, Сергея Василия и Иоанна, Михаила, Михаила, Глеба, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Засимова, Алипия, Андрея, Игоря, Андрея, Сергея, и дай нам еще священника, если угодно, Фибе, Господи. Епископа Максима, Сергея, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Пастуев и Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея. Смири власти воинства их под крепкую руку твоей и через них сотвори благое церкви твоей Владимира, Дмитрия, Барака, Александра, Рамзана, Петра, Александра и всех правителей мира. И даруй мир Украине, Израиле и утише войны, где они идут под земли. Пытаемых детей твоих, лишаемых жизни, прими в обители твои, Господи. Будь милостив к нам. Благодарим Тебя за эту ночь, тихое и мирное время, что возбудил от сна, жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнарушить и умножить наши таланты, дарованное Тобой. До сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Спаси и помилуй нас здесь, селение наше, от пожара, от ворований чистой силы живущих там, Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Ефиму, Василию и даруй веру. Пошли новых поселенцев, знающих Тебя, любящих закон Твой, Алексея, Татьяну, сродников их. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Счадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмила, Алектина, и общество наше, расширь пределы ее. Найди новые души и всех побуди на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Счадоих, Валентина, Алексея, Валерия, Нину. И все, с кем мы познакомились здесь в интернете, Открой каждому истину Твою И почни благословение Твое Бывшего правителя Михаила, Германа, Александра, Карена, Валентину на Украине, Белой Церкви. Людмилу Плет, Ты всех и знаешь, Господи. Будь милостив к нам. Спаси нас, Владыка Святые Истины. Избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Евгения, Василия, Владимира, Александра, Даниила. Благослови Дмитрия, Дмитрия, Валентину, Иоанну, Надежду, Валентина, Найди Андрея, Никиту. И распространи наши книги и трудящихся на этом, Михаила, Михаила, Юлию. И найди новые души. Посети болящих Сергея, Александра, Александру, Анну, Ни Анилу, Ни Анилу, Валентину, Валентину, Надежду, Тамару, путешествующих, Раису, Льва, и отступников Николая, Михаила. Не пройди ни одной души, Господи, да будет этот день днем благословения и прославления Твоего Святого Имени. Благословия Александра, Александра, Георгия, Юрия, Владимира, Андрея, Юрия и Елену, Михаила, Нину, Анну, Сочадами ее и благодетели наших посети. Воздаем доброму наставь на пути истины Максима, Владимира, Владимира, Валентину и Елену, Евгения, Евгения, Наталья. И сохрани наши сайты, форумы, все, что здесь есть для многих людей, трудящихся на нем Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Василия, Гавриила и Ольгу. Изобретатели, потрудившиеся на пользу нам, Тимофея, Тимофея, Мартина, благодетель Надежи, Светлана и Юрия, Эдуард. Олега, Дмитрия, Дмитрия, до концов земли всех слышащих слово Твое, этого Юрия, блабаптисты из Америки, благослови его и украти враждующих против нас Виктора, Владимира, Евгения. Откроем истину Твою и даруй дух смирения и примири их с нами. Благослови Самиру и содружество ее. Дай им полную веру Евангелию Твому и Святому, его без тебя никто не спасется. Припомни ее добрые дела и молитвы. Господи Божий наш, слава Тебе. Ты дивно-велик, сохрани это место, где мы можем преклонять колени перед Тобою. и приготовь эту страну нашу к великим и страшным испытаниям и разделениям. Ибо долготерпение Твое кончается. Мы видим это. Помилуй, пощади и приготовь. Дабы народ Твой не возраптал, но приготовился. Ибо все это для блага людей. Будь милостив к нам, Владыка и Святая истина. Спаси нас и между нами добудет мир, любовь и согласие по Слову Твоему. И посея на нами сохрани от зависти, от ярости лютых волков нещадящих стада. И запрети им творить пакости. И побуди народ Твой на благовестие. И всем открой истину Твою. Упокой Господь в обителях небесных усопших отец и братья наших, родителей и сродников и всех православных христиан. И сотвори вечную память, вечную память, вечный покой. Аллилуйя. И родственников наших сродствов их найди Докию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Николая, Надежду, Ольгу. Умудри нас во спасение, Христе Божий наш, дабы ум наш не увлекся заблуждением. От всякой ереси, сектанства, раскола, от всего, что не славит Тебя, спаси и сохрани. Простри благодерящее десниство Твое, помоги погибающим, ослабевшим пути. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его, Авва, Отче, свят, свят, свят Господь Самого, вся земля полна, слава Его, Аллилуйя. Слава, Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю за день, в который дал мне веру в Тебя, старах пред Тобой, ожидания суда Божия. Благодарю за день, который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, воздай добром, милостями Михаилу и Анне, через которых я получил Библию. Господи Божий наш, благослови нас в Духе Святом прожить эту жизнь, и быть в вечности с Тобою. Ангел Христов, Хранитель мой, Святой, моли Бога, мне грешнем. Благодарю Тебя за эту тихую мирную ночь, добрый мой ангел. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарству, и веди на веки вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян, креститель, притеча Христов, моли Бога о нас. Господи, вознай милостями всем, потрудился над возрастанием моей души, и в чем оповением после обращения погрешил. Прости и приготовь к принятию святых Твоих, божественных, житворящих тайн, тела и крови Твоих. Аллилуйя. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание, одежды, быть благочестивым и довольным каждым даром и жильем Сергею и Гавриилу. Аллилуйя. Святителю Христову Николу мирликийский чудотворец, образ крутости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Благодарю за услышанную молитву о людях и животных и впредь не оставь Твоим попещением Николу чудотворец. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, укрепи нас, дабы не страшиться от царей и начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Ездраниеми, Амос, Наум, Захария, Иеремия, Варуха, Зекиросия, Илья, Гей, Стапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даней, Лотракия, Пророк, Михей, Абрам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь Свою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия с земли не заставлась неготовыми, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас! Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы и все небесные силы престолу Божию предстоящие! Святые апостолы, Верховные Петры, Павел, Евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас! Святые мученики, и мученица, молите Бога о нас! Господи, дай нам жажду исследовать Слово Твое, ибо через Него мы думаем иметь жизнь вечную, а они Писание свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас! Святые мученики, Игнатий, Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей Стратилат, Иерун, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Некомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, да укрепит Господь церковь свою, дабы никто не принял начертания зверя антихриста, и даруй веру Анфиму и Вениамина, истреби из них погибной. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Глатаусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонский, Стефан, Пермский, Серафим, Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадский, Ян Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Господь святой православной вере и защитит от всякой ереси и заблуждения. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла первомущеница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила, Акила, Андроника, Июня, Киприяна, Устинам, Нодарает Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, и украти непокоривость, и исправь Галину и семейство Его Екатерину, Евгению, Надежду, 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 Светлану, Марию, Раису, Лорису, Марину, Юлию, Людмилу, Елену, Серафиму, Галину, Галину, Лидию, Услыши нашу молитву, Господи, и послов Твоему, исправь каждую душу, дабы в радости служить Тебе, прославляя Твое Святое Имя. На милость Твою уповаем, к Тебе прибегаем, Господь наш Бог, велика Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. Почитай Псалтырь, и все. Одну славу. Твоя дача не включила его, он у меня не свечен был. Много снимал, и получилось, что ничего и нету. Еще одну славу. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо век милость Его. Тогда скажет избавленный Господа, которых избавил от руки врага, и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне, по безлюдному пути, и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаевала в них. Но вызвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его, и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую, и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованной скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим, и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они притнулись, и не было помогающего. Но вызвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, и вывел их с тьмы, и тени смертной, и расторнул узы их. Да славят Господа за милость Его, и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные, и верея железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но вызвали к Господу скорби свои, и Он спас их от бедствий их. Послал слово свое, и исцелил их, и избавил их от могилы их. Да славят Господа за милость Его, и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы, и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимают волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкает. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славит Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносит Его собрание народным, да и дославит Его сонми старейшин. Он превращает реки в пустыню, и источники вод в сушу, землю плодородную, солончатую, за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро, и землю иссокшую в источники вод, и поселяет там овалчущих, и они строят город для обитания. Засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умоляют. Уменьшились они, и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на гнезей, и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекают из бедствия, и умножают рот его, как стадо овец. Праведники видят сие, и радуются, а всякое нечестие заграждают уста свои. Кто мудр, тот заметит сие, и уразумеет милость Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи, Боже наш, услыши молитву нашу. И прими воззиание рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молитвы о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и слышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Ну все, давай, бери Слово Божие, считай. Каждое утро. Дай-ка другое маленькое свет побольше, чтобы тебе было. Садитесь. Я заметил сегодня, что-то вечером ложусь пораньше, а утром ровно настолько же и встаю пораньше. Вот сегодня встал на час и успел все здесь по интернету и по форуму. Так. Хорошо. Давай, считай. Притча двадцатая глава. Вино глумливо, секира буйно, и всякий увлекающий ими неразумен. Я не вижу, где это считается, в каком месте. А, вот оно. Гроза царя, как кобырёв льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Вот все эти майданы, все эти болотные, вот всё входит сюда. Если сказано, значит, его надо слово это применить. Оно живо и действенно. Так, ладно. Ещё прочитай немножко. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Вот это очень непростое. А те, кто желает миссионерствовать, им просто посоветую. Что нужно делать, когда знаешь истину? Сначала самому надо истину познать. Ну и сказал ему, никаких споров нет, он не принимает. Это его участь, он это избрал. И тебе ничего не взять, доводы ты дал. Дальше он начинает подыскиваться под тебя и ничего тебе уже не сделать. Он задорен, он будет спорить, у него страха Божия нет. И отойди. Не гневайся, это его участь. Он там прописан. Ну, чтобы Яков сердился на... Вот, пожалуйста, кошки. Не диван не берут, а вот как они источили. Палочка эту подходит, и в это время его надо погладить. Вот он где. Вот он где. Ох, как хорошо ему. И вот они дерево как источили, совсем. Понимаешь? И так не только на животном. Обидеть надо у человека, бывает, говорит. Тоже что-то, где-то за что-то можно зацепиться, сказать ему. Ленивец зимой не пашет. Поищет летом, и нет ничего. Ленивый никак не одобряется. А ленивый как? Он должен пахать. Именно пахать, работать. Почему земля запущенная такая? Работать не хотят. Один ответ. А были такие, которые ревностные, из города приехали, никогда ничего не знали, фермерскую работу взяли, и у них все пошло. Не все природные только были пахари. Желание. Желание горы сворачивает. Помыслы в сердце человека глубокие воды. Но человек разумный вычерпывает их. То есть я думаю, мне кажется, ну ты останови это дело-то, прекрати. Я хотел сказать, вот Якова Бог избрал, а Исаава возненавидел. Ну еще Яков должен теперь сердиться, что Исаав не принимает. Но не принимает он, не избран. И весь сказ на этом, и на него нельзя сердиться. Это его участь такая. Сотворенный ад, и он наполняется. Сотворенный рай, и он наполняется. Ну а что тогда, не надо трудиться? Трудиться надо, но сердиться не надо. А я ему говорю, он не принимает. Это его участь, он избрал это. Он не прописан здесь, на небе его нету. Он прописан в аду. И он все делает для того, чтобы попасть туда. Я как-то сон видел Гитлера и Ленина вместе. Огромная-огромная печь. И они около нее сидят, оба маленькие, грязные. Сидят, голову опустили рядом. Никакой войны, там ничего нет. И они знают, что через несколько мгновений они будут брошены в этот ад. Вот это сон такой, даже не придумаешь. Огромная, как доменная печь какая, которая открывается, и там пышет тысячи градусов жару. Вот он не избран. И все на этом. Я ему говорю, он не принимает. Разные люди. Многие хвалят человека за милосердие. Но правдивого человека кто находит? То есть быть милосердным? Такие люди, которые подают милостыню, жертвуют. Да. А какого они находят милосердия? Но правдивого человека кто находит? Правдивого. Вот правдивый, он никогда не будет защищать конфессиональное свое. Какое-то убеждение. Да вот я так думал. Да мои родители были. Он прямо смотрит Святую Библию. Он понимает все это. И убедить? Никак ты его не убедишь. Вот есть староверы, старобрядцы. Его никак не убедишь. А что мама сказала? 77 вера, Бог один. Никуда дочка не ходи. И все, ее не сдвинешь. И что они обращаются? Очень редко. Попробуй убеди эговистов. У них четкая установка. Ни от кого ничего не брать. Никакой литературы. Вот и все. И он на этом стоит. И его участь такая. Он прописан в другом месте. Я постепенно до этого доходил. Я становился как коренной. Это Якова и Сава. Якова я возлюбил и Сава возненавидел. Да конечно в утробе матери. Ну и что тебе рассуждать? Я тебе сказал. Ты считай теперь. Вот вчера. На посмотри-ка маленько. Мы беседовали вот с этим человеком. Я немножко уже в утреннее. Мы не полностью это утреннее моление. Просто я включил. Долго снимал. Снимать не вижу. А оно не было включено. Аппарат. Вот вчера он не пришел. Вы рано или поздно. Не вы, ваши дети, внуки, будете говорить, что тысячелетница. Вот вчера беседовал. А проходит время. А проходит время я спрашиваю. Ты вчера соглашался. Он не пресвитер диаконам у баптистов. Ну по их мнению диаконам. Скажи. А почему ты братьям не говоришь об этом? Вот этот баптист. Беседуя я. Шаповалов. Он вчера задал вопрос. Который я могу сказать. Мне 53 года никто не задавал. Он задал. Это глубоко мыслящий человек. Так он баптистом так и остался. Мне не надо об этом думать. Я нигде не полукавил. Я вижу какое у него открытое искреннее лицо. И вот он задает вопрос. Здесь его надо сейчас только будет найти. А я открою. Покажу, где это сказано. Вот. Вот он задает вопрос. Посмотри какой. Все равно не примут. А вот этот? Сейчас. Вы меня обкрадывайте. Это ревности нет. Игнать. Так. Вы все время рискуете. Что воскресенье уже было. О. Вот слушай сейчас. Я хотел бы просто вас спросить. Может быть вкратце. А вот какие чреватые последствия, допустим. Если я понимаю так, другой понимает вот так вот о точилетнем царстве. В чем опасность вот допустим этого заблуждения. Что если я утверждаю и говорю о том, что точилетнее царство будет на земле тысячу лет. В чем опасность? Апостол Павел говорит. И они говорят, что эти люди делают-то. Они уничтожают в людях веру, говорят. Говорят, что воскресенье уже было. И отвращают тогда. Уже было. Вот теперь откуда было-то? Я вчера не показал где. Вот оно где было. Смотрите. Это второе послание Тимофея. Вторая глава. Вот. С 15 стиха. Вот здесь прочитаем. Покажи. Старайся представить себя Богу достойным. Делателем неукоризненным. Верно преподающим слово истины. Это говорит Тимофею, епископу. И ты должен стараться, чтобы верно преподавать-то. А непотребного пустословия удаляйся. То есть не толкуй так, как сектанты. Куда? В криво. В кость. Таня, мания. Сколько голов, столько умов. Ибо они еще более будут приспевать нечестие. То есть удаляйся. А они еще более. Ты будешь с ними спорить, говорить. А они еще более будут приспевать нечестие. И слово их, как рак, будет распространяться. Шаповаловы, Бенихины, все эти там. И Журавлева, Сергея. И слово их, как рак, будет распространяться. Огромные собрания, переполненные, харизматы падают. Это рак. Это раковая опухоль Украины, за что Бог и покарал, быть может. Сейчас-то нигде такой большой беды нет, как на Украине. И нигде столько нет разных сект, заблуждений, ересей, просто сатанинских. И чего только там нету. Ну а как? Да так Бог допустил. Допустил. А непотребного пустословия удаляйся. Это непотребное. Пустословия, которые отступили от истины, говорят, что воскресенье уже было. И разрушают в некоторых веру. Так вот, те, которые говорят, что тысячелетнее царство будет на земле, они рано или поздно попадут вот в это. Я говорю им, не вы, дети ваши, внуки ваши. Вы все равно будете говорить, что воскресенье уже было. Кто-то из них останется, родственники вознесутся, тысячелетнее царство начнется. Как они фантазируют-то? И скажут, воскресенье уже было. А оно не будет. Оно будет только в последний день. Плевелы и жатва растут до конца. В пятой главе, шестой главе Евангелия от Иоанна прямо говорится, что я воскрешу его в последний день. Четыре раза в одной главе. Кого? Те, которые правильно живут. Причищается тело Христово. Воскресенье в последний день. Так в последний день непонятно, что. Понятно, это суд Божий. 12.48 Евангелия от Иоанна. Я не сужу, но слово, которое я говорю, оно будет судить в последний день. Зачем слово в последний день перетолковывать? В последний, значит, ничего и нет. И когда Марфа услышала, Господь говорит, веришь ли, что воскреснет брат твой? Она верит, что воскреснет в последний день. Зачем она сказала, что он так учил, она так и поняла. Она не слышала, что Господь говорил, воскрешу праведника за тысячу лет. А в году 365 дней. И Христос не сказал, за 365 тысяч дней до последнего дня. Но именно в последний день. А это слово раковое. Вот филиазм, учение на земле, построить на тысячелетнее царство, это от сатаны учение-то. Не просто так. А кто этим занимается? Те все, которые отступники, сатанисты. А потом подхватили разные баптисты и прочее. Церковь не приняла это учение. Вот Аусен Рикю, кто это такой? Ну, знают. Они объявили, что будет пришествие там, кто и поехал. Кончины мира нету. Ну, значит, газ зарин. В метро и травануть людей, приблизить этот день. Тысячелетие от старства, это гитлеризм. Ein tausend erges reich. Вспомните у Гитлера, что он на 13 лет. И что интересно, цифра 13 всплывает. Она, такая цифра считается, нехорошая. Ну, на 13 месте, в алфавете латинском, буква «э» – «мортальная». Это смерть. Смерть начинается от этой буквы. И поэтому в Англии есть, говорят, 13 этаж не считается, а сразу 14. Квартира идет 12, а потом 14. Люди не хотят брать-то. Ну, это предрассудки, конечно. Но, вот здесь-то самое интересное. Что цифра-то 13, встречается она и подтверждается, что она. Гитлер пришел строить тысячелетний рейх. Почему он тысячелетний рейх? Откуда он взял слово «тысяча»-то? Не «столетние». А вот отсюда и взял. И все, которые придерживаются тысячелетнего царства, они забывают, что откровение нельзя ставить на первое место. И вот откровение-то приняли на латинском соборе только. 350 лет церковь не принимала эту книгу. И приняли с одним условием – ее не толковать вопреки всей Библии. Сначала Библия, а вот теперь в это русло поставить откровение. Неосектанты на первое место берут теперь откровение и пытаются к нему что-то подгонять. Откровение вообще не толкуется. Оно уже растолковано в самой Библии. Впереди. А это называется как рак и непотребное пустословие. Но, 19 стих. Твердое основание Божие стоит, имея печать свою. Познал Господь своих. Кого? Тех, которые правильно толкуют, что тысячелетие царства началось на Голгофе и закончится за три с половиной года до страшного Божьего суда. И да отступят от неправды всякие исповедующие имя Господа. От какой неправды? Ну, по контексту, что впереди, которые говорят, что воскресенье уже было, неправдой называется учение о тысячелетнем царстве, что праведники о тысячу лет раньше возникло. Ну, да как же так? Они же хорошие люди там. А Господь говорит, 20 стих. А в Большом Думе есть сосуды не только золотые, но и серебряные, но и деревянные. Не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в нечистом, а другие в почетном, а другие в низком употреблении. Я плохо вижу, кое-где ошибаюсь. Вот. Это все говорится именно об учении, что впереди было. Итак, кто будет чист от всего, то есть от этого замысла толковать-то откровение по-своему, потому что тысячелетний царство, тот будет сосудом чести. То есть кто не принимает тысячелетнее учение от царства, от гитлеризма от этого, и что? Освещенным и благопотребным владыке на всякое, годным, на всякое доброе дело. Вот и все. Это все относится впереди, то, что люди будут говорить, воскресенье уже было. Воскресенье уже было. И фильмы ставят, ищут. Воскресенье первое прошло. Вот ребенок где-то, не прикалывайся, выйдет. Адвентийские фильмы. Едет за рулем, машина в кузов. Лежал в больнице, нет нигде, одна одежда. Поясы ведут, нет никого за рулем. Вот такие сказки ставят. Ну, специалисты могут это поставить. Христос приходит. Вот у меня даже где-то была схема показана. Вот оно, пожалуйста, посмотри. Вот оно, гляди. Вот. Христос воскрес. Умер. Начало тысячелетнего царства. А почему? Да он скован здесь. На тысячу лет скован. А как это узнать скован? Ну, 12-29 Матфея, считайте. Как может расхитить сосуд, если прежде не свежет? Так он его что, лишил силы? Да, лишил. Лишил. Там на Голгофе где? Евреям 2.14. Прямо написано. Как дети причастны плоти и крови, то и он, Христос, воспринял оное. Дабы смертью своей, вот оно, на Голгофе, лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. Так он, лишил его или не решил? Если не решил, это был не Христос. Вот, 1 Иоанна, послание 3.8 говорит. До того отъявился Сын Божий, чтобы разрушить дьявола, дьявола. Если он не разрушил Христос, это не Христос был обманщик. И правильно, что его распяли евреи. А если он его разрушил, ну, прямо тысячелетие царства, говорит, связал на тысячу лет. Что тут непонятно-то никак. Плевелы и пшеницу до жатвы, не трожьте. Господь говорит, прежде свяжите в связке плевелы. А у сектантов, наоборот, прежде пшеницу на тысячу лет. Ну, все кверх ногами. Безумие. Вот на одном тысячелетнем царстве на этом мужчине можно показать, что секта – это заблуждение от сатаны. И дальше, ну, а дальше идет время евангельской проповеди. Здесь Христос воскрес. Вот сатана скован. Тысячелетнее царство. Это у нас написано где. А вот страшный суд. Здесь восхищение церкви. Всеобщее воскресение праведных грешних. Это одномоментный акт. Вот оно. Но за три с половиной года тысячелетнее царство заканчивается. Приходит антихрист. Три с половиной года. Антихрист. Время скорби. Сатана освобожден. На малое время. Но вот в это время эти дни сократятся. На что? Времени, времен и полвремени. Говорится. Времени год. Времен. Во множестве. Это два года. И впереди один был времени. Три. И полвремени. Вот пожалуйста. Я вчера об этом говорил как раз. Что Бог берет десятину. Одна суббота. Суббота постная. Постится. Только перед Пасхой. И с вечера до утра пол. Вот это тридцать шесть с половиной дней в Великий пост. Тридцать шесть с половиной. А год триста шестьдесят пять. Десятину Бог берет. Вообще удивительно все это. Вот какое это учение. Я просто его вклинил в это. То, что сегодня попросила вчера одна душа. Ну а не могли бы вы вроде чуть ли не весь день заснять. Да конечно нет. Богу как угодно так и сделали. Так все на этом. Мы не полностью молитву утреннюю показали. Ну и немножко к вчерашнему вернулись. Во славу Божию.